Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А что я делала только что? Я сварила рапаны, как всегда, в соленой водичке, почистила. Вот такое у меня белое получилось мясо. Рапаны я собираю сама, а тут я вам показала, показать решила всякие свои хитрости или деликатесы. Что я делаю дальше с рапаном? Я хочу вот так вот нарезала, видите, варила я в соленой водичке. Кроме того, я всю ночь держала в соленой воде тоже. Я очень тщательно промываю. Потом еще в винном уксусе тоже промываю. Промываю, потом опять водичкой. Так, я сейчас посыпаю имбирем. Рапаны любят имбирь. Изумительное лакомство. Очень много белка. У меня это особый интерес, потому что показатель в два раза больше, чем у мяса. У простого мяса, крупного рогатого скота. Вот так вот. Такой вот он малюшенький, хищный. Так, сейчас я паприку открываю и хочу посыпать паприкой, потому что рапаны паприка замечательная. Если вы регулярно будете употреблять мясо рапаном, пищу, то у вас будет общий тонус прекрасно. Мышцы подтянутся. Вообще сам по себе рапан это мышца. Вот, на восстановительные процессы в мягких тканях хорошо влияет. Поэтому, естественно, это продукт от старости. Вот почему японцы очень любят рапанчиков. Вот. Паприка сладкая, поэтому не переживайте, все нормально. И для кроветворения тоже очень хороший продукт. Повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям. В этом плане японцы молодцы. Беру с них пример. Так, теперь что я добавляю? Я добавляю лаврушку. Лавровый лист меленый. Вот он у меня. Чуть-чуть буквально. Вот так. Не помешает. Замечательно. Сейчас мы его замаринуем. И будет прекрасно. Я люблю использовать мед. Вообще рапан сам по себе такой сладковатый вкус имеет. Ну, я еще хочу немножко. Вообще будет супер. Сейчас скажу, что она делает. Да. Вот кто-то кладет щепотку сахара. Причем такого. Потом еще кладут усилитель вкуса. Но это так делают китайцы обычно. Им все равно. А потом продают эти рапаны. Вот японцы, они нет. Они все-таки чаще обращаются к меду. Я хочу как японка. Как истинная японка. Так. Ну, а пока у меня вот так вот мед тает, 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 тает. Я его решила теплым не делать. Пусть он у меня тает. Вот. И я вам покажу всякие свои деликатесы, которые я сама выращиваю, сама вылавливаю. Ну, например, это я сама вылавливала, да? Вот такие вот они красивейшие. Такие они замечательные. Сейчас их надо в мусор выбросить срочно. Вот это. Это мидии. Вот они. Посмотрите, какие красивые. Очень красивые мидии. Тоже в бану. Ну, вот здесь половинка осталась немножко. Тоже сама наловила. Вот это вот я. Вот это вот у меня перчик. Кстати, можно тоже один стручок сюда нарезать. Даже сырой у меня растет на окне. Но я не буду, потому что у меня муж любит острое. Если он любит острое, пусть он себе добавит. А сын, он не любит острое. Поэтому. А вот еще какой у меня. А, кстати, вот это амарант. Листик амаранта. Или щирица, как мы называем. Вот это как раз таки то, что я недавно вам рассказывала. Это цукаты из корок мандарина. А вот это, а вот это у меня грибочки. Но не простые. Это трюфели. Самые настоящие трюфели. Я сам покажу, какие они из себя. Вот, поделилась, дорогие мои. Вот они, кругленькие трюфели. Но как их делать, знаю только я. Это секрет. Этот секрет я не выдаю. И не потому, что я жадная, а потому, что в Одессе есть ресторан. В этом ресторане один ресторатор. Он дал мне рецепт. И попросил, очень попросил не говорить. Ну и, естественно, если я скажу его бизнес, считайте, что пропал. Вот, друзья мои, вот такое вот. Так, теперь немножечко пропиталось, пропиталось. Вот, мед и соевый соус. Замечательно. И лимонный сок. Все. Видите, все на глаз. Вот и все. Осталось только масло. Закроем крышечкой, поставим в холодильник. И делаю конец. Если у меня сейчас закончится видео, вы уж меня простите, потому что у меня места уже в камере нету и может закончиться резко. Так что не обижайтесь. В принципе, я уже успела показать. Поэтому, кто спешит, уже все понял. Вы можете разными маслечками пользоваться. Можете оливковым. Я сейчас в данном случае подсолнечным пользуюсь. Вот так. Это действительно очень вкусно. Можно добавлять до булгура. А еще к рису. А салатик какой-нибудь освежающий. Ой, что рапанчик напоминает. Ну, наверное, осетрину. Вкус такой осетрины. Даже и кальмара не напоминает. Все-таки больше осетрину. Вот. Вот так. Все. Вот и все. И вот так вот в маслечке ничего не случится. И в холодильник. Это за недельку все равно. Что еще я делаю. Я делаю с пареем. Беру лук-парей. Я этот парей режу очень тоненько. Очень тоненько. Петрушку, укропчик и кальмары. И делаю бутербродики. На черный хлеб. Можно даже сначала помазать маслом сливочным. Сверху разложить несколько штучек. Вот таких вот. Это знаете, это как черная икра. Это же деликатес. Ложками не кушают. А в удовольствие. Только в удовольствие. Это моя рыбалка. Вот такие вот у меня деликатесные продукты. Считайте, что вы у меня побывали. Я вас угостила всякими. Канапе. Кстати, оливка сверху. Лимончик. Берем такой маленький-маленький квадратик. Черного хлебушка. Красивого-красивого. Потом одну штучку. Вот. Белка вот этого кальмарчика. Мускулы кальмара, скажем так. Потому что это мускулы. Кладем. Дальше что мы делаем? Маленький лимончик. Это сочетание изумительное. Подписывайтесь на мой канал. И...